Тёмные истории на радио Комсомольская правда Все, что видели они, осунувшаяся и смертельно уставшая женщина, которая словно призрак брела к круглосуточному магазину продукты, возвращалась оттуда с дешевым пивом. В двушке на Ленинградке Яну и нашли 6 февраля, полуголую, со следами побоев. Врачи диагностировали у Прижевской закрытую черепно-мозговую травму и травматический инсульт. В ночь на 14 февраля она скончалась, не приходя в сознание. Пустые двухлитровые баклажки из-под пива батареей выстроились на кухне двушки. Следователи сняли с них отпечатки пальцев. Странно, но уголовное дело пока тоже не возбуждено. Яна родилась и выросла в Норильске. Как и большинство девчонок, мечтала о столице, где уже вовсю бурлила разудалая постперестроечная жизнь. На следующий же день после школьного выпускного в июне 91-го Яна улетела из Норильска навсегда. Прижевская с первого раза поступила в престижную юридическую академию. Безо всяких связей, уверяет Людмила Ивановна, мама Яны. Сама она работала в правовом управлении администрации Норильска, подполковник юстиции. В столице она подготовила небольшой плацдарм, купила двухкомнатную квартиру в Жулебино, а в конце 90-х и сама перебралась в Москву. Будущее Яны виделось радужным. Работа юристом, семья, дети. Но планы резко изменились, когда Прижевская познакомилась с бизнесменом Евгением Фроловым. Дело было в 1998 году на одной из вечеринок, куда Яна пришла с подружками. Красивая фигура, чертики в глазах и море обаяния. На фоне сотен одинаковых куколок Прижевская выглядела эффектно. Говорят, Фролов влюбился в нее с первого взгляда. Кстати, у них с Яной разница почти в 10 лет. Евгений Валентинович был генеральным директором телекоммуникационной компании. Учредил несколько финансовых консалтинговых центров. Занимался недвижимостью в Истринском районе Подмосковья. И даже успел побывать в должности президента хоккейного клуба «Крылья Советов». Но все это в прошлом. Отыскать Фролова нам не удалось. Черный Мерс, красный Феррари, вечеринки в закрытых клубах. Простой банкир Фролов умел жить красиво. И женщина ему нужна была самая лучшая. Проснулась с утра, помогла няням собрать детей в школу, съездила, пошопилась, выпила шампанского с подружками. После обеда к тебе приезжает собственный косметолог, маникюрщица, стилист. «Вечером ты нарядная и красивая едешь с мужем на очередную тусовку. Там, конечно, снова коктейли. Возвращаешься часа в три ночи и так по кругу». Так описывает образ жизни Прижевской в ту пору одна из столичных светских дам, неплохо знавшая Яну. Яна пыталась начать бизнес, записала музыкальную пластинку, но все как-то без особого успеха. К 2009-му у Фролова и Яны было уже трое сыновей – Валерий, Филипп и Платон. В середине нулевых Евгений обзавелся собственным домом на Рублевке. А вот до ЗАГСа пара так и не дошла. Почему? Сама Яна потом в интервью журналистам словно оправдывалась, мол, мы-то с Женей очень хотим пожениться и уже трижды пытались, но мешала бумажная волокита. Это странное оправдание. Прижевская официально замужем никогда не была, а в 2012 году лишилась и гражданского мужа. По словам людей, знавших Прижевскую, она ушла от мужа сама. Злые языки поговаривают, что к тому моменту у Фролова появилась новая пассия, а Прижевская оказалась в буквальном смысле слова на улице. Правда, с неплохими отступными. Нехотя и не сразу, но Фролов позволил ей забрать из их особняка на Рублевке весь свой гардероб. Вот только вести все это добро было некуда. Он оставил ей квартиру на Шаболовке, но там были голые бетонные стены, и Яна на время поселилась в съемной квартире, рассказывает подруга Яны Наталья. Почему, пока шел ремонт, она не остановилась у мамы? Я столько времени и сил отдала, чтобы ей помочь. Поддерживала, как могла, но ведь она взрослый человек, как я могла ею командовать? Вздыхает Прижевская старшая. У Людмилы Ивановны дрожит голос, когда она читает последний СМС, который дочь прислала ей летом прошлого года. Мамочка, хватит уже обо мне беспокоиться, подумай лучше о себе. Все будет хорошо. С середины 2014-го Яна перестала общаться с матерью. По словам Людмилы Ивановны, дочь против нее настроили две подруги. Это, пожалуй, самые любопытные персонажи всей истории. Таисия Балаева и Эвелина Кабирова возникли рядом с Яной в сентябре 2013-го года. Они на нее сами вышли в 2013-м году через каких-то общих знакомых, вспоминает Людмила Прижевская. Когда чуть позже Яна легла в больницу, они приехали с нотариусом в палату и убедили дочь оформить доверенность на ее драгоценности. Украшения были в банковской ячейке. Они убеждали, что это, мол, небезопасно, что всю ювелирку они сдадут своему знакомому в сейф, опытному оценщику. Яна уступила. По словам Прижевской-старшей, в общей сложности Таисия с Эвелиной забрали у Яны около 50 украшений. Все это добро стоит более трех миллионов долларов. По словам Прижевской-старшей, несколько украшений Балаева и Кабирова все-таки вернули. А где остальное? Сейчас телефоны обеих подруг выключены. Оба аккаунта в соцсетях удалены. Интересно, что по словам друзей Яны, Балаева и Кабирова решили заняться не только украшениями Яны, но и ее богатым гардеробом. Они все вывезли, шубы, сумки, платья, рассказал комсомольской правде давний друг Прижевской. Новые Янины приятельницы тогда только руками развели, мол, все пришлось сдать в ломбард, чтобы саму же Яну и прокормить. Среди прочего, они увезли и шикарную соболиную шубу в пол, примерной стоимость которой 300 тысяч долларов. А был еще красный Феррари, который по доверенности тоже достался Эвелине Кабировой. И снова та же песня. Нашелся покупатель, мы тебе поможем. Допустим, Тая и Эва оплачивали ей квартиру, покупали еду, но ведь те вещи, которые они забрали, это все стоят миллионы рублей. Может, они и отдавали Яне какие-то деньги, но тогда где они? Она в последние месяцы никуда уже не ходила, только в магазин, и жила очень скромно, говорит близкая подруга Прижевской. В общем, к декабрю 2014 года от Яниных богатств не остается ничего. Пару месяцев спустя Яны тоже не стало. Официально установленная причина смерти Яны Прижевской закрытая черепно-мозговая травма и нарушение кровообращения. Не исключено, что она, будучи пьяной, сама упала и ударилась головой, рассказал источник вследствие. Допустим, Прижевская действительно сама упала и ударилась головой о пол или угол тумбы, но почему тогда она забралась под кровать? Ведь именно там ее обнаружили две подруги Марианна Третьякова и Эвелина Кобирова. Да-да, та самая, которая избавила Прижевскую от лишних вещей. Перед смертью Яна собиралась писать заявление о пропаже своих вещей, считает мать Прижевской. Она, наконец-то, тоже осознала, что никакого ломбарда и никакого ювелирного оценщика на самом деле нет. Кстати, по словам Прижевской, 6 февраля, когда нашли Яну, и до сих пор ее так и не вызвали в следственный отдел для дачи показаний. Хотя ей есть о чем рассказать. Темные истории Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова